Итак, здравствуйте, уважаемые соратники! Начинаем наше первое занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Курс будет посвящен коррекции зрения по методу Шичко-Бейца. Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. От каких? Ну, в первую очередь, от лени. Кто раздражается от раздражительности, кто курит от табака, кто, не дай бог, пьет от алкоголя. Вообще, этот метод универсальный и позволяет человеку не только самому восстановить и здоровье, и зрение, но и избавиться от очень многой глупости в голове, которая ему мешает жить. Фамилия моя Жданов, зовут Владимир Георгиевич. Я профессор Сибирского гуманитарно-экологического института, президент Международной ассоциации психоаналитиков. Наша ассоциация входит в широкое движение. Движение за духовное и физическое возрождение. Движение за трезвый и здоровый образ жизни. И в рамках нашей ассоциации мы по всей стране развернули сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами восстановить свое духовное, душевное здоровье, а вследствие этого восстановить и здоровье физическое, в том числе восстановить зрение. Оказывается, любой человек, который носит очки, может снять очки и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках и даже лучше. Это возможно, это доступно каждому. Об этом сегодня и пойдет у нас с вами речь. Я вас назвал таким старым, добрым русским словом «соратники», потому что уверен, что со многими мы действительно станем соратниками в той нелегкой и трудной борьбе, в борьбе за восстановление своего здоровья, зрения, в борьбе за восстановление здоровья, зрения наших детей, ну а по большому счету в борьбе за оздоровление нашей, несомненно, больной страны. Сегодня я вам расскажу, как устроен человеческий глаз, почему у людей портится зрение, почему очень вредно носить очки, чем вообще в перспективе грозит обернуться плохое зрение, почему опасно иметь плохое зрение. И самое главное, я покажу очень простой и доступный комплекс упражнений для глаз, который, в принципе, позволяет любому человеку, который носит очки, снять очки, восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках и даже лучше. Но для начала совсем немножко теории, иначе непонятно, как такое, в принципе, может быть, и почему мы об этом ничего не знаем. Примерно 160 лет назад немецкий физик-физиолог Герман Гельмгольц высказал предположение о работе человеческого глаза. Что же предположил Гельмгольц? Он предположил, что глаз у человека имеет форму шара, в передней части находится хрусталик, двояковыпуклая линзочка, а вокруг хрусталика находится так называемая круговая целиарная мышца. Так как же глаз видит по Гельмгольцу? Когда целиарная мышца расслаблена, хрусталик плоский, фокус хрусталика находится на сетчатке, и такой расслабленный глаз с плоским хрусталиком прекрасно видит вдаль, потому что четкое изображение далеких предметов по законам школьной геометрической оптики строится в районе фокуса оптической системы, в данном случае на сетчатке глаза. Но вот человеку надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. И Гельмгольц предположил, что для того, чтобы увидеть вблизи, человек напрягает целиарную мышцу, она со всех сторон сжимает хрусталик, хрусталик делается более выпуклым, меняет свою кривизну, фокусное расстояние выпуклого хрусталика уменьшается, фокус уходит внутрь глаза, и такой глаз с выпуклым хрусталиком прекрасно видит вблизи, потому что четкое изображение близких предметов по законам той же школьной геометрической оптики строится как раз за фокусом оптической системы, в данном случае опять на сетчатке глаза. И так надо человеку увидеть даль, он моргает, расслабляет целиарную мышцу, хрусталик плоский, он видит даль. Надо увидеть вблизи, напрягает целиарную мышцу, хрусталик выпуклый, он видит вблизи. Что такое близорукость по Гельмгольцу? У некоторых людей Гельмгольц сам так и не понял почему, но он считал, напрягается целиарная мышца, хрусталик делается выпуклым, а назад эта мышца не расслабляется. Такие люди с выпуклым хрусталиком называются близорукими. Они вблизи видят хорошо, а вдаль они не видят, потому что четкое изображение далеких предметов строится в районе фокуса оптической системы, в данном случае внутри глаза, а на сетчатке будет какое-то неясное, размазанное, размытое пятно. И тогда Гельмгольц предложил компенсировать близорукость с помощью двояко-вогнутой, отрицательной, минусовой очковой линзы. А фокусное расстояние системы, вогнутая линза плюс выпуклый хрусталик, увеличивается, с помощью очков фокус возвращается на сетчатку глаза, и близорукие люди в минусовых очках прекрасно видят даль. И вот с тех пор, 160 лет, все глазные врачи мира близоруким людям подбирают минусовые очки и рекомендуют их для постоянной носки. У кого из вас близорукость, поднимите руки, пожалуйста. Вот ваша, как говорится, беда и ваша проблема. Что такое дальнозоркость по Гельмгольцу? У многих людей, считал Гельмгольц, с возрастом ослабевает работа целиарной мышцы. В результате хрусталик плоский, фокус хрусталика находится на сетчатке, и классически дальнозоркие люди прекрасно видят даль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо сжать хрусталик, сделать его выпуклым. А он пытается сжать, а силы мышцы не хватает. И человек смотрит в книгу, а четкое изображение шрифта строится за фокусом оптической системы, где-то ближе к затылку. А на сетчатке будет какое-то неясное, размазанное, размытое пятно. И тогда Гельмгольц предложил компенсировать дальнозоркость с помощью двояко-выпуклой, плюсовой очковой линзы. А фокусное расстояние системы, выпуклая линза, плюс плоский хрусталик, уменьшается. С помощью очков фокус заводится внутрь глаза. И дальнозоркие люди в плюсовых очках прекрасно видят вблизи. И вот с тех пор, 160 лет, все глазные врачи мира дальнозорким людям подбирают плюсовые очки и рекомендуют их для чтения и для работы вблизи. У кого из вас дальнозоркость? Поднимите руки, пожалуйста. У меня тоже была дальнозоркость. Ну, казалось бы, все. Западня. От очков никуда не денешься. Но на наше с вами счастье жил на свете замечательный американский ученый, профессор-офтальмолог Уильям Бейтс. Бейтс был очень честным человеком. После окончания мединститута он пять лет проработал глазным врачом и пришел в ужас и отчаяние от результатов своей работы. Все до единого пациенты, которым Бейтс прописал очки, у всех до единого зрение от очков ухудшилось. Ни одному пациенту очки зрения не вернули. И он задался вопросом, ну как же так? Он же глазной врач. Он же людям глаза должен лечить. А он им очки прописывает. А у них от очков зрения все хуже и хуже. И спустя 2-3-4 года они приходят, требуют новые, более толстые, более сильные очки. И второе, на что обратил внимание Бейтс, это то, что некоторые его пациенты летом уезжали в деревню, в горы, и там случайно теряли или разбивали очки. А он жил еще в 19 веке. Очки стоили довольно дорого. И люди с плохим зрением вынуждены были месяц-два обходиться без очков. Когда они возвращались с этого отдыха, приходили к нему за очками, он у них по проверочной таблице проверял зрение и с удивлением отмечал, что у многих из-за того, что они ходили без очков, зрение глаз начинало улучшаться. Бейтс 30 лет изучал работу человеческого глаза. Он разработал и изготовил уникальный по тому времени прибор, который назвал ретиноскоп. С помощью ретиноскопа с расстояния до 2 метров он мог определять параметры глаза. И он смотрел, как меняется зрение у близоруких людей, у дальнозорких, у детей во время игры, у спортсменов. И вот 30 лет изучая работу человеческого глаза, Бейтс пришел к выводу, что теория зрения Германа Гельмгольца не верна вообще. И изображение в человеческом глазу строится не так, как это предположил Гельмгольц, за счет работы целярной мышцы и изменения кривизны хрусталика. А изображение в человеческом глазу строится точно так же, как оно строится в простейшем обыкновенном фотоаппарате, за счет изменения длины самого глаза. И здесь основную работу в процессе аккомодации, то есть наведения глаза на резкость, играют шесть глазодвигательных мышц. У каждого человека в каждом глазу находится по шесть глазодвигательных мышц. Это верхняя продольная, которая глаз поднимает вверх. Это нижняя продольная, которая глаз опускает вниз. Внутренняя, боковая продольная, которая глаз сводит к носу. Наружная, боковая продольная, которая глаз уводит в сторону. И две очень важные, так называемые, поперечные мышцы глаза. Верхняя поперечная, которая глаз вот так вот полукругом облегает сверху. И нижняя поперечная, которая глаз полукругом облегает снизу. Так как же человек видит на самом деле? Когда все шесть глазодвигательных мышц полностью расслаблены, глаз действительно за счет избыточного внутреннего давления принимает форму шара, фокус хрусталика оказывается на сетчатке, и такой расслабленный глаз прекрасно видит даль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. И оказывается, для того, чтобы увидеть вблизи, человек делает следующее. Он еще больше расслабляет продольные мышцы и напрягает верхнюю и нижнюю поперечные, сверху и снизу сжимает свой глаз. А глаз-то у нас жидкий. За счет этого сжатия он подается, вытягивается огурчиком вперед, как объектив у фотоаппаратика выдвигается. Фокус уходит внутрь глаза, и такой вытянутый вперед глаз прекрасно видит вблизи. Надо человеку опять увидеть вдаль, он моргает, расслабляет поперечные мышцы, продольными глаз подтягивает, глаз снова приобретает форму шара, и он снова прекрасно видит вдаль. Что такое близорукость по бейцу? У некоторых людей и бейц нашел причину. Как правило, это физические, психические, зрительные напряжения, перенапряжения, некоторые травмы. У некоторых людей напрягаются поперечные мышцы, сжимают глаз, глаз вытягивается вперед, а назад эти мышцы не расслабляются. Такие люди с вытянутыми вперед глазами называются близорукими. Но типичный пример появления близорукости у детей. Ребенок пять уроков отсидел в школе. Он сидел, смотрел в книгу, в тетрадь. У него были напряжены поперечные мышцы, вытянутые вперед глазки. Вернулся со школы домой и опять за уроки. Опять напряжены мышцы, опять вытянутые вперед глазки. А в это время сзади еще папаша с ремнем ходит и воспитывает. Ну-ка, ну-ка, учись, сейчас проверять будем. И у ребенка от этого длительного зрительного напряжения, от этого стресса, страха, мышцы поперечные зажимаются и назад не расслабляются. И родители вдруг замечают, что ребенок вблизи-то видит хорошо, а вдаль-то он не видит. Он начинает щуриться, жмуриться, чего-то не узнавать. Они ведут этого несчастного ребенка к глазному врачу. Тот ему с пяти метров показывает проверочную таблицу, а он только верхние буквы ШБ и видит. Все ясно у вашего ребенка близорукость. И ребенку вешают на нос первые в жизни минусовые очки. Но как только близорукому человеку повесят на нос минусовые очки, будьте уверены, вот эти поперечные мышцы сами собой уже никогда не расслабятся. Им очки не дадут расслабиться. Потому что если они вдруг начнут расслабляться, он в очках видеть будет хуже. Более того, при каких-то новых зрительных нагрузках, переживаниях, стрессах, эти мышцы могут зажиматься все сильнее, сильнее, сильнее. Глаз вытягивается вперед все сильнее, сильнее. И начинается чехарда с очками. Минус полтора, минус два, минус три, минус пять, минус восемь. У меня в Сыктывкаре на первом ряду сидела женщина из общества слепых. Минус двадцать четыре. Вот такие трехслойные толстенные очки начинала она с минус полтора. Каждый год ей набрасывали и набрасывали вот эти самые диоптрии. Так что же предлагает Бейтс для близоруких? Он предлагает простую и понятную схему естественного восстановления зрения при близорукости. А именно, максимально возможно отказаться от очков, либо временно хотя бы заменить их на более слабые. И с помощью простых специальных упражнений, я вам сегодня некоторые покажу, вот эти напряженные поперечные мышцы надо расслабить, а с помощью других таких же простых упражнений, тоже вам сегодня некоторые покажу, вот эти ослабленные продольные мышцы надо взять и натренировать, которые у всех близоруких людей очень сильно ослаблены. Вообще, очки наносят двойной колоссальный вред нашему зрению. Первый вред, который наносят очки, они не дают работать поперечным мышцам глаз. Они работают вместо них. Близорукому человеку надо расслабить поперечные мышцы, чтобы увидеть даль. А ему очки минус два надели. О, и он все прекрасно видит. Не надо даже пытаться расслаблять эти мышцы. Но второй вред, который наносят очки, не меньший, а намного больший, очки у человека обездвиживают глаза. Человек, который очки не носит, постоянно двигает глазами. Вверх, вниз, вправо, влево. У него постоянно работают продольные мышцы, которые глаз туда-сюда поворачивают. Эти мышцы хорошо развиты, в работоспособном состоянии, в прекрасном тонусе. Как только человек надевает на глаза очки, он начинает крутить не глазами, а шеей. А? Что? Кто? Где? Чего? И у него глаза в глазницах неподвижны. А раз глаза в глазницах неподвижны, то продольные мышцы у него не работают. А у человека те группы мышц, которые не работают, они очень быстро детренируются, начинают деградировать и могут даже атрофировать совсем. Вот у меня полтора года назад в Москве случайно в группе попало два человека, которые вообще не могли двигать глазами. Я говорю, ну поднимите глаза вверх, поднимите. И голову поднимает. Одному 68, второму 71 год. С детского сада носили очки. Доносились до того, что глаза вообще потеряли всякую подвижность. Таким образом, еще раз повторю, что же предлагает Бейтс для близоруких? Простую и понятную схему естественного восстановления зрения при близорукости. Максимально возможно отказаться от очков. Либо временно хотя бы заменить на более слабые. И с помощью простых упражнений напряженные поперечные мышцы надо расслабить. С помощью других упражнений ослабленные продольные мышцы надо натренировать. И зрение у близорукого человека восстановится. Что такое дальнозоркость по Бейтсу? У многих людей с возрастом, ввиду отсутствия тренировки, ослабевает работа поперечных мышц глаз. Я, кстати, прожил 44 года на свете. Ни разу нигде не слышал о том, что надо ухаживать за своими глазами. Давать им отдых, расслабление, тренировку. Ни разу нигде даже намека на это мне никто не давал. Так вот, у многих людей к 40-45 годам, ввиду отсутствия тренировки, начинают ослабевать поперечные мышцы глаз. А годам к 45-50 начинают довольно сильно зашлаковываться, напрягаться продольные мышцы. В результате глаз еще имеет форму шара. Фокус хрусталика находится на сетчатке. И классические дальнозоркие люди прекрасно видят даль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо сжать глаз, вытянуть его вперед. А вот эти мышцы напряжены, глаз держат вперед, не пускают. А у поперечных мышц силы не хватает, глаз продавит, чтобы он вытянулся вперед. Но если дальнозоркому человеку повесить на нос плюсовые очки, то будьте уверены, вот эти поперечные мышцы у него вскоре перестанут работать совсем. Потому что дальнозоркому человеку в плюсовых очках поперечные мышцы глаз не нужны в принципе. Вместо них ровно на 100% работает стекляшка. И я вам расскажу свою печальную историю, как я в течение одного года носил очки. После 40 лет у меня начались трудности со зрением. Я днем прекрасно читал, писал. А вечером при искусственном освещении глаза начали быстро уставать. Глаза уставать, буквы мельтешить, расплываться, сбегаться, разбегаться. Но я 4 года про очки даже и не думал. Я просто вечерами перестал работать. Я телевизор смотрел, ну чем угодно занимался, но не читал и не писал. И тут жена принесла с работы очки, плюс полтора. Нацепилась, сидит, рукодельничает. Я говорю, дай-ка я твои очки посмотрю. На. Я посмотрел в ее очки, я аж завизжал от восторга. Так я же в них все вижу. Вон же они, буковки, родненькие. Я тут же у жены прихватизировал эти очки. И целую неделю носил их на носу не снимая. У меня душа пела и плясала. Я могу опять ночи напролет читать, писать, заниматься любимым делом. Но спустя неделю я пошел в кассу покупать билет. А там расписание поездов мелкими буквами под стеклом напечатано. Я всегда ходил днем, и я всегда это расписание видел. А я же не знал, что я уже инвалид, что я уже днем без очков вблизи не вижу. Я еще об этом даже не подозревал. Но подхожу я к этому расписанию, как я не щурился, как я не жмурился. И подходил, и отходил. А расписание увидеть так и не смог. Неделю не снимая, проносив очки плюс полтора, я настолько посадил себе поперечные мышцы, что я уже днем без очков вблизи ничего не видел. Я относил эти очки плюс полтора ровно год. А в декабре 1994 года мы организовали в городе Череповце всесоюзную конференцию, которую так и назвали «Восстановление зрения по методу Шичко-Бейца». В приглашении на конференцию было написано, если у вас у самих плохое зрение, носите очки, обязательно сходите к врачам, проверьте зрение. Ну, чтобы объективность была. Я пошел к своим офтальмологам, нацепили они мне этот прибор, дергали, дергали стекла. «О, парень, да у тебя уж старческая дальнозоркость. Плюс два, вот на тебе рецептик, иди покупай». Ну, я, конечно, очки плюс два покупать не стал. Приехал череповец, пять дней занимался, без очков вблизи ничего не видел. А на шестой день занятий, после специальных очень мощных упражнений, восстанавливающих работоспособность поперечных мышц, они у меня снова сжали глазки, глазки вытянулись вперед, и я своими глазами без очков увидел мелкий шрифт. И вот с тех пор я очки больше уже никогда не надевал и не надену вовсе. Так что же предлагает Бейтс для дальнозорких? Он предлагает простую и понятную схему естественного восстановления зрения при дальнозоркости. А именно, максимально возможно отказаться от очков, либо временно хотя бы заменить их на более слабые. И с помощью простых специальных упражнений, сегодня покажу, вот эти напряженные продольные мышцы надо расслабить, а с помощью других таких же простых упражнений, вот эти ослабленные поперечные мышцы, надо взять и натренировать. И глаз снова начнет работать, как хорошо смазанный фотоаппарат. Сжиматься, вытягиваться вперед, видеть вблизи, возвращаться назад, делаться круглым шариком, и прекрасно видеть вдаль. Третье расстройство зрения, которое исправляется по методу Бейтса, называется косоглазие. Причина косоглазия очень проста. Как правило, у детей в результате испуга или травмы в момент испуга напрягается какая-то продольная мышца глаза. Ну, например, в момент испуга напрягается внутренняя продольная мышца правого глаза, а наружная, наоборот, растягивается. В результате левый глаз смотрит прямо, а правый косит вовнутрь. Что предлагает ортодоксальная медицина? Простой путь операцию. Эту мышцу напряженную разрезать, растянуть, а эту ушить, подшить и повернуть глаз на место. Бейтс был категорический противник любых операций на мышцах глаз. И он предложил простую и понятную схему естественного устранения косоглазия. А именно, с помощью простых упражнений вот эту напряженную внутреннюю мышцу надо расслабить, а с помощью других таких же простых упражнений вот эту наружную ослабленную надо взять и натренировать. И мышцы сами поставят глаз на место. У меня за эти 9 лет огромный опыт помощи взрослым косоглазым людям. И вы знаете, когда взрослый человек по методу Бейтса убирает косоглазие, вот почти со всеми происходило нечто вроде истерики. Вот у меня в Омске приходит женщина на курсы, 36 лет, мощнейшее внутреннее косоглазие правого глаза. Владимир Георгиевич, возьмете на курсы? Я говорю, ну конечно возьму. Она говорит, было две операции, не помогло. Я говорю, ну что ж, жалко, что были операции. Резанные мышцы труднее восстанавливать, чем мышцы не резанные. Но, говорю, у меня люди и с резанными мышцами тоже восстанавливали, убирали косоглазие. Правда, правда. Но она, конечно, работала просто самозабвенно. И вы знаете, на шестой день занятий ей, наконец, удалось расслабить вот эту мышцу. А за шесть дней она довольно хорошо подтренировала ту, которая была слабая. И после очередных специальных упражнений для косоглазых она руки от лица отнимает, сидела на втором ряду. Я смотрю, у нее оба глаза смотрят прямо. Я ей говорю, в зеркальце посмотрите. Она достает в зеркальце, глянула на себя. От неожиданности испугалась и вскрикнула. Ой! И глаз опять косой. И улетел глаз вовнутрь. Она говорит, да-га, он же прямо смотрел. Я говорю, так вы зачем пугаетесь? Пугаться-то не надо. Вы хотите, чтобы он прямо смотрел? Он будет у вас прямо смотреть? Повторите упражнение. Она повторила упражнение, отнимает руки от лица, оба глаза смотрят прямо. Минуты полторы на себя вот так в зеркальце смотрела. И вы знаете, вот стон из груди пошел. Стон. Истерика началась. Женщине 36 лет. Сколько себя помнит, всю жизнь ходила в черных очках, чтобы не видели, что она косая. Если очки снимала, кривила глаз, чтобы не видно, что он косой. Две операции не помогло. Замуж она ни разу не вышла. Ну, полная в жизни трагедия из-за косого глаза. Оказывается, все так просто. Напряженную мышцу расслабить, слабую натренировать, мышцы сами ставят глаз на место. Особенно быстро восстанавливается зрение у детей. Дело в том, что у детей глазки растут, мышцы у них эластичные, не зашлакованные. Как только дома родители по этой программе с детьми начинают заниматься, вот прямо днями видно, что ребенок видит все лучше, лучше и лучше. Мы на курсы детей маленьких не берем. Мы берем старшеклассников вместе с родителями. А если дома дети плохо видят, то мы предлагаем родителям, вы пройдите этот курс, научитесь сами, а дома с ребенком занимайтесь. Потому что никому, кроме вас и вашего ребенка, зрение вашего ребенка не нужно. И если вы не научитесь ему восстановить, его никто ему не восстановит. Ну, конечно, очень много приводят детей маленьких на консультацию. Вот в Москве приводят очередного. Как зовут? Петя. Сколько лет? Четыре года. А у Пети правый глаз вовнутрь закрутило, аж все белое, вот так вот. Мамаша, вот, Владимир Георгиевич, врачи предлагают операцию, а я боюсь. Я говорю, и правильно делаете, что боитесь. И не надо ему никаких операций делать. И говорю мамаши, вы его сзади держите за головку, чтобы он головкой туда-сюда не крутил. Она его держит за головку. Я достаю какую-нибудь блестящую игрушку и начинаю у Пети перед носом ее водить. Туда, сюда, туда, сюда. Да, он начинает следить глазами за этой игрушкой. Сюда, 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 сюда. Вытягиваю косой глаз наружу. Вытянул, вытянул, вытянул. Тихонечко, осторожненько игрушку на место ставлю. У него оба глаза смотрят прямо. Я мамаши говорю, посмотрите. Она глянула. Ой, Петенька. Петенька со страху оба глаза к носу свел. Я говорю, да вы что же ребенка-то пугаете? Вы его не пугаете на радостях. Вы с ним занимаетесь. Вот эту мышцу расслабляйте. Вот эту мышцу тренируйте. Мышцы сами, безо всяких операций, поставят глаз на место. И четвертое расстройство зрения, которое исправляется по методу Бейца, кстати, исправляется только по методу Бейца, называется астигматизм. Астигматизм в переводе на русский язык это искажение изображения. Астигматизм это то расстройство зрения, перед которым расписалась в бессилии очковая медицина. С помощью очков можно компенсировать редкий случай цилиндрического астигматизма, когда очень сложные дорогие цилиндрические очки перед глазами вот так крутят, и вот в каком-то положении человек видит лучше. Бейц доказал, что причина астигматизма все та же неправильная работа шести глазодвигательных мышц. Мышцы у человека напряжены. И напряжены по-разному. И с разных сторон, с разной силой давят на наш глаз. А глаз-то у человека жидкий. И за счет разного давления с разных сторон глаз теряет свою симметричную форму. В нем нарушается симметричный ход оптических лучей. И изображение начинает расплываться, размываться, двоиться, троиться. Иногда блик появляется. Иногда одно изображение на другое со сдвигом накладывается. Все это явления, которые называются одним словом астигматизм. Но чтобы было более понятно, что такое астигматизм, представьте, я возьму детский воздушный шарик. И сверху, и с боков сильно-сильно его сожму. Он у меня вниз выдуется грыжей. Правда? Вот примерно то же самое делают напряженные мышцы с нашими глазами. Ну, например, пусть будут напряжены верхние мышцы и боковые, а нижние будут ослаблены. Тогда глаз примет примерно вот такую вот форму. Здесь более-менее ничего, а вот сюда вот так вот выдуется. Ну, я утрирую, конечно. Ясно, что в таком глазу хорошего изображения вы не получите. Оно будет расплываться, размываться, все что угодно искажаться. Когда же человек по методу Бейца расслабляет все мышцы глаз, глаз за счет избыточного внутреннего давления, как мячик, снова приобретает симметричную шарообразную форму, симметричный ход оптических лучей восстанавливается, и астигматизм у человека проходит. У меня за эти 9 лет огромный опыт помощи взрослым астигматикам. Кстати, мы обнаружили, что практически все люди, которые носят очки, они помимо близорукости и дальнозоркости, все еще являются и астигматиками. Просто врачи им об этом не говорят, они его лечить не умеют. Но то, что не удается подобрать очки, чтобы человек снова надежно с 5 метров видел 10-ю строчку, это и говорит о том, что глаз искажен, и никакими очками это искажение компенсировать не удается. Несколько лет назад мне посчастливилось отдыхать в Сочи. И меня там на пляже узнали мои слушатели из города Тюмени. Владимир Георгиевич, это вы? Я говорю, да, я. Ой, как здорово! Да как мы очки сняли, зрение восстановили. Пятое и десятое. Спасибо вам огромное. На третий день они уже осмелели. И говорят, мы про вас рассказали в нашем санатории, а нам никто не верит, что мы сами упражнениями восстановили себе зрение. А интерес очень большой, очкариков много. Может, Владимир Георгиевич, вечерком придете, расскажете? Ну, вам-то уж точно поверят. Я говорю, да ради бога. Делать нечего, приду, да расскажу. Пришел, рассказал, понравилось. Во второй санаторий, в третий пригласили. А в четвертый санаторий захожу, сидит женщина. Вы профессор Жданов? Я говорю, да, я. Она говорит, вы знаете, вот у меня всю жизнь плохое зрение, и мне всю жизнь не могут подобрать очки. Это, кстати, первый признак сильного астигматизма. Очки не могут подобрать. Я ей говорю, а вы буквы на таблице путаете? Это второй признак астигматизма. Ой, путаю, путаю. Я говорю, ну вот, у вас астигматизм. Во-во-во-во. И врачи говорят, астигматизм, а лечить не лечат. Я говорю, давайте сделаем так. Я сейчас покажу упражнение на расслабление. Вы расслабите мышцы глаз, а потом возьмете и пальчиком в разных местах через веко поприжимаете глазное яблоко. И найдете ту точку, куда у вас максимально деформирован глаз. Вот эта точка, куда глаз максимально деформирован, называется астигматическая точка глаза. Если ее найти на глазу, нажать на нее, сразу улучшается симметрия хода оптических лучей, и зрение в глазах сразу улучшается. Ну, я показал упражнение, она сидела на втором ряду, видела вторую строчку. Я говорю, а теперь давайте найдем астигматические точки. Она в одном месте, в другом, в третьем месте на глаз нажала, аж вскрикнула. Она увидела шестую. На четыре строчки ушла вниз. Она говорит, я так четко этим глазом вообще никогда в жизни ничего не видела. Я говорю, ну вот у вас астигматизм. Она говорит, так мне что, так теперь всю жизнь ходить, пальцем на глаз сжать, да на мир смотреть. Я говорю, нет. Ходить пальцем на глаз сжать вам не надо. Вы просто знайте, что зрение у вас в глазах есть. И если вы начнете по этой методике заниматься, то как минимум шестую строчку вы увидите. А если будете заниматься дальше, увидите и седьмую, и восьмую, и десятую. Кстати, человек восстановить зрение, развить свое зрение способен абсолютно в любом возрасте. Вот у меня 45 лет проверяли зрение всегда. Правый, левый глаз 100%. Правый, левый 100%. Я в 45 лет начал себя избавлять от дальнозоркости плюс 2. Делал упражнения, избавил себя от дальнозоркости. Но в результате этих упражнений у меня резко развилось зрение и вдаль. У меня сейчас правый глаз вдаль видит 200%, а левый 150%. Что такое 200%? Я десятую строчку правым глазом с 10 метров все буквы называю, а левым с 7 метров. Ну, левый у меня травмирован был в детстве, поэтому не могу его тоже довести до 200%. Особенно удивительные результаты показывают дети. Вот когда с детьми начинают серьезно по этой проблеме заниматься, дети показывают и 200, и 300, и 500% зрения. У меня мой знакомый в молодости имел настолько развитое телескопическое зрение вдаль. Он ночью невооруженным глазом видел спутники Юпитера, видел кольца Сатурна. Он в горах с одного склона горы на другом, с расстояния до 8 километров, своими глазами тропу видел. Люди в бинокль не видели, а он своими глазами. А наш с вами соотечественник Левша подковал блоху. Так ведь Левша при этом не использовал никаких оптических инструментов. У Левши было настолько развито микроскопическое зрение, он видел эту лапку, ножку, подковку, гвоздик. Он на каждой шляпке гвоздика даже имя свое нацарапал Левша. Представляете? Гвоздик, которым прибивал подкову. Вот в городе Санкт-Петербурге живет всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. 5 октября этого года мы ему будем праздновать 100 лет. Он до сегодняшнего дня делает самые сложнейшие операции в своей клинике. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 70 лет. 75 лет до сегодняшнего дня он оперирует людей. Кстати, недавно по центральному телевидению показали получасовой фильм о нем. Называется «Ген долголетия». И показывает Углова, 99 лет ему, 100-й год. Он делает операцию, значит, отсняли. За рулем сам на «Волге» приехал к себе на дачу, вышел, поставил машину, пошел, затопил баню, попарился в бане, все это они снимают. Вышел, облился холодной ледяной водой, снег тут почистил. То есть человек живет, живет нормальной, совершенно полнокровной жизнью. Так вот Углову в 41 год нацепили очки плюс полтора, а в 45 лет плюс два с половиной. И 50 лет своей жизни он читал, писал, делал операции в очках плюс два с половиной. Четыре года назад президент Белоруссии Лукашенко в Минске организовал республиканскую конференцию с таким названием «Трезвость и здоровый образ жизни. Стратегия будущего Республики Беларусь». И на эту конференцию из Российской Федерации пригласили Углова из Санкт-Петербурга и меня из Новосибирска. Ну днем мы участвовали в работе конференции, а вечером я проводил показательный курс восстановления зрения, недельный курс, но своих белорусских коллег обучал этой методике. А жили с Угловым в одном номере. Я вечером портфель под мышку. Ты куда? Я говорю, да вот, зрение восстанавливать. Так я же в очках. Я говорю, ну так и пойдемте. Он всего четыре вечера отходил. Я ему еще в гостинице кое-какие упражнения показал. Он за три недели снял очки плюс два с половиной. И вот уже четыре года оперирует, читает, пишет без очков. И в фильме показывает его. Обратите внимание, Федор Григорьевич сидит, читает, пишет без очков в фильме. То есть в 99 лет человек сохранил зрение. Вот полтора года назад мы с ним встретились с Угловым в Севастополе. Там проходил... Он не главный, он хирург. Он хирург. Мы встретились с Угловым в Севастополе. Там проходил международный семинар по здоровому образу жизни. Его с женой туда пригласили. Он меня увидел, аж на шею бросился. Владимир Георгиевич, да где же вы столько лет-то были? Вы же не представляете, какая это каторга хирургу делать операции в очках. Ведь это пот, заливает, надо протирать, вытирать. Я, говорит, молодость просто вторую вспомнил. Таким образом, если подытожить все, что я вам здесь сегодня рассказал. Американский профессор-офтальмолог Уильям Бейтс в 1901 году, 103 года тому назад, опубликовал научную работу. В которой доказал, что все четыре расстройства зрения связаны у человека с неправильной работой шести глазодвигательных мышц. Какие-то мышцы чрезмерно напряжены, а какие-то чрезмерно ослаблены. В результате у одних возникает близорукость, у других дальнозоркость, у третьих косоглазие и почти у всех возникает астигматизм. Более того, Бейтс разработал систему упражнений, которая позволяет напряженные мышцы расслабить, слабые натренировать и зрение у человека восстановить. Основу этих упражнений он позаимствовал у североамериканских индейцев. У индейцев была разработана многотысячелетняя культура развития сохранения зрения у мальчиков, юношей, мужчин, у воинов. И Бейтс подсмотрел. Индейцы постоянно делают какие-то упражнения с глазами. Он вник в суть этих упражнений, как профессор-офтальмолог понял их назначение и разработал вот этот свой метод. Три года назад мы отпраздновали сто лет методу Бейтса. И встает, конечно, совершенно законный вопрос. А почему мы-то об этом почти ничего не знаем? Ну почему бы вам, Владимир Георгиевич, вот таким простым русским, сибирским языком, в программе «Здоровье» по центральному телевидению, не выступить, не рассказать, не показать бы людям эти упражнения? Под этим, как ни странно, есть три очень веские причины. Первая причина денежная. Ежегодная прибыль от продажи очков, контактных линз и операций на глазах превышает 50 миллиардов долларов. Это только чистая прибыль. Вот эти вот 50 миллиардов долларов сто лет не дают возможности научной истине пробиться к потребителю, который от незнания этой истины настолько страдает, что многие даже и слепнут. Вот эту лекцию о зрении, в которой, ну, нет никакой политики, кроме упоминаний про президента Лукашенко и про академика Углова с борьбой за трезвость. Мне за эти 9 лет эту лекцию не дают возможности прочитать по телевизору ни в одном регионе нашей страны. Единственный регион в Кемерово Аман Тулеев буквально чуть не за рукав привел меня на телевидение и сказал, «Дайте этому человеку час, пусть людям расскажет, как зрение восстановить». А у него кто-то из родственников ходил на курс и зрение восстановил. Я провел часовую телепередачу. По просьбе трудящихся ее 4 раза повторяли. Дома ее многие позаписали на видеомагнитофоны, поснимали очки, повосстанавливали зрение. Я получил более 100 благодарственных писем из Кемеровской области по следам вот этой телепередачи. Кстати, она была признана лучшей телепередачей Кемеровского телевидения за 98-й год. Больше нигде на телевизор пробиться не удается. Люди, которые прописывают очки, контактные линзы, делают операции, это настолько влиятельные и настолько состоятельные люди, они крайне не заинтересованы, чтобы их многомиллиардный бизнес в одночасье взял вот так вот и просто рухнул. Вторая причина тоже банальна. Это косность нашей медицины. В 104-103 года известна точнейшая теория зрения глаза Бейца, по которой людям снимают очки и восстанавливают зрение. До сегодняшнего дня во всех медицинских институтах нашей страны студенты почему-то изучают теорию зрения Германа Генгольца, по которой при первом же расстройстве зрения надо на глаза вешать очки и доводить человека в конце концов до слепоты. Наш самый главный институт глазных болезней, все его филиалы по стране, знаете, чье имя носят? Того же вечного кормильца Германа Генгольца. И третья причина тоже банальна. Для того, чтобы человеку самому восстановить зрение, ему надо над собой поработать. Надо над собой поработать. Надо перейти на трезвый, здоровый образ жизни. Надо почистить организм, глаза и мозг от шлаков. Надо поделать вот эти вот упражнения. А для многих, как выясняется, это просто неприемлемо. Проще, оказывается, ходить по врачам, ныть, чтоб тебе новые глаза поставили, лишь бы вот самому при этом ничего не делать. Вот эти три причины, я считаю, действительно серьезно сдерживают внедрение метода Бейца в нашу жизнь. Несколько слов о болезнях глаз. У меня на курсах примерно треть пожилые люди с больными глазами. Глаукома, катаракта, ну вот выкашивает просто старшее поколение. Причина глаукомы и катаракты, как это ни покажется странным, очень проста. Это застойные явления в глазах. Дело в том, что глаза у человека питаются кровью, в том числе через глаза двигательные мышцы. И если мышцы хорошо развиты, они подпитывают глаз кровью, постоянно его массируют, в глазах нормальный обмен веществ, и глаза у человека здоровые. Стоит только нарушиться работе глазодвигательных мышц, в первую очередь от очков, которые прописывают. Сразу резко ухудшается кровоснабжение, нарушается обмен веществ, и начинаются застойные явления. Засоряются выводные канальцы, повышается давление. Вот вам, пожалуйста, и глаукома. Шлаки какие-то начинают высаживаться на хрусталике внутри стекловидного тела. Вот вам, пожалуйста, и катаракта. И когда ко мне приходит на консультацию очередная бабушка, и говорит, доктор, врач сказала, начальная катаракта, жди, пока созреет. Меня от этих слов колотить начинает. Ну что значит, ну жди, пока созреет. То есть жди, бабушка, пока ослепнешь. А вот ослепнешь, тогда и приходи. Будем решать вопрос об очень опасной и очень дорогостоящей операции на глазах. Оказывается, 90% людей, у которых начальные глаукомы-катаракты, прекрасно помогает гимнастика профессора Бейца. Человек начинает делать упражнения, восстанавливает работоспособность мышц, улучшает кровоснабжение глаза, восстанавливает в глазах обмен веществ, и эти застойные явления начинают рассасываться сами собой. У меня за эти 9 лет огромный опыт помощи людям, которых врачи приговорили к операциям и даже к полной слепоте. Но самый яркий пример – родная мама. У меня мама инвалид по диабету. Я когда первый раз уехал в командировку на месяц в Москву, сразу после моего отъезда у ней началась взрывная катаракта. Она вдруг в течение недели перестала читать, видеть телевизор и узнавать родных и близких. Вызвали врача с участка. Та ее как только увидел, ну что вы хотите, восьмой десяток, диабет – это все, это слепота. Медицина бессильна. Ни про какие операции думать не думайте, так сказать. Тут не заживет ничего. Ну вот на эти капельки покапайте. Ну все это бесполезно. Я возвращаюсь через месяц. Мама не видит. Я говорю, мам, тебе эти капли помогают? Она говорит, нет. Я говорю, мусоропровод выбросили. И я ей говорю, перед каждым приемом пищи, перед завтраком, обедом и ужином, пей и капай прополис и делай вот этот простейший комплекс гимнастику для глаз. А почему именно перед едой? Дело в том, что перед едой у человека кровь голодная. А голодная кровь обладает важным физиологическим свойством. Она из клеток и из органов на себя шлаки забирает. На этом, кстати, основан принцип лечебного голодания. У меня мама очень обязательный человек. Перед каждым приемом пищи, прежде чем молитву отче наш читать, пила, капала прополис, делала вот эти упражнения. Она через неделю снова нас уже всех видела. Еще недели две прошло. Я смотрю, она уже телевизор поглядывает. Она, в принципе, даже читать могла. Читать не стала. Бухгалтер, ну, всю жизнь нагрузка на глаза огромная. Она и думает, что у нее от бухгалтерской работы это зрение и упало. Но зрение-то ведь вернулось. Хотя врач подписала слепота и никаких разговоров. Поэтому, если у кого-то из вас, ваших родных, близких, начальные глоукомы, катаракты, даже и не начальные, посылайте их на подобные курсы. Для многих людей это реальная возможность избежать очень серьезных осложнений в жизни. У нас никто не знает и не пропагандирует начальную стадию катаракты. Вот когда утром просыпаетесь, смотрите на потолок, а перед глазами какие-то мушки, амебы, что-то вот такое мешающее плавает, это и есть начальная стадия катаракты. Это и есть первый свисток с того самого слепого света. Они могут и пять лет, и десять лет эти мушки плавать, а потом вдруг в один прекрасный момент как-то вот так раз пеленой, туманом схватываются, и, как говорится, жди, пока созреет, готовь деньги на операцию. Скажите, а если стереопластика? Можно, можно после стереопластики, можно. А если искры и глаз, то... Это давление повышенное. Это обязательно тоже надо заниматься. Это глазное повышенное? Повышенное глазное, да. А у любого человека на глаз сильно надавите, в глазах сверкать начинает, то есть это следствие... Это все расскажу я. Значит, несколько слов о медицине. Метод Бейца – метод немедицинский. И во всем мире методом Бейца занимаются не врачи-офтальмологи, а занимаются педагоги и психологи. Потому что в этом методе никого не надо лечить. Здесь человека надо научить. Научить снять очки, научить расслабить мышцы, научить натренировать. То есть нужен грамотный педагог-инструктор. И отношение у врачей-офтальмологов к этой методике тоже двоякое. Я когда в 94-м году за неделю восстановил зрение плюс два, я домой летел как на крыльях. Но думаю, мы сейчас весь мир перевернем. А у меня жена – очень крупный медицинский начальник. Она заведует всей поликлинической службой Новосибирского академгородка. Я прилетаю и говорю, устрой мне встречу с твоими врачами-офтальмологами. Я им всю правду матку расскажу, чем они всю жизнь занимались. А жена была потрясена. Я же уехал, не видел. Я же приехал снова без очков. Книгу, газету читаю. Она говорит, ну конечно, какой разговор. Наутро звонит. Приходи, тебя ждут. Захожу в кабинет. Сидят три врача-офтальмолога. Все трое сидят в очках. А самый главный – в самых толстых. Плюс шесть. Я говорю, ребята, вы про метод Бейца что-нибудь слышали? Ну как же? Ну мы в это не верим. Восстановить зрение невозможно. Я говорю, ну тогда до свидания. Повернулся и пошел. Раз люди знают и не верят, они работать не будут. А работать не будут, они точно ничего не восстановят. Я вернулся к жене в кабинет и говорю, первые курсы я проведу у тебя в поликлинике. И ты отходишь. Ты же врач, у тебя зрение плохое. И жена говорит, да, тоже хочу снова видеть без очков. Отходила жена на курсы, восстановила зрение, сейчас прекрасно видит без очков. А на последнем занятии я говорю, у нас тут врач была в группе. Ну-ка, что врач-то нам скажет на эту тему? Она вышла и говорит, метод великолепный. Но ни один глазной врач этой методикой заниматься не будет. Все почему? Вы не понимаете специфику работы глазного врача в поликлинике. Врачу на пациента выделяется 10 минут. За 10 минут надо успеть выслушать жалобы, проверить зрение, подобрать очки, выписать рецепт, да еще вдогонку в дверях успеть крикнуть. Хуже будет. Приходи, более толстые очки подберем. У нас это дело, как говорится, не заржавеет. А ты-то же, говорит, с людьми нянчишься. Ведь это 7 дней занятий, по 3 часа. Домашние задания, упражнения, контроль, тренировки. Да какому, говорит, вообще глазному врачу ваше зрение нужно? Кроме вас ваше зрение никому не нужно. Выписал врач очки. А что там от этих очков будет? Его вроде как и не касается. Но есть уже по стране и глазные врачи, офтальмологи, которые повернулись лицом и к этой методике. В частности, мой коллега, доцент нашего института, Евгений Михайлович Малышев, дал вот точно такую же рекламу о восстановлении зрения в городе Томске. И на первое занятие к нему пришла главный офтальмолог области. Она пришла с гневной благородной целью разоблачить очередного заезжего шарлатана. Но пришла она на эту лекцию в кинотеатр в очках. Он показал упражнения. Она после упражнений своими глазами на строчку лучше видеть стала. Ее это настолько поразило, удивило, она даже не подозревала, что можно зрение восстанавливать. Молодая врач. Она первой записалась на курсы, прошла курсы, сняла очки, восстановила зрение. И сейчас самый ярый пропагандист этой методики, вот это врач-офтальмолог. Она сама подобные курсы не ведет, нет у нее этого педагогического таланта, но всем своим друзьям и знакомым она говорит одно и то же. Если хоть немного масла в голове осталось, идите на курсы. Идите работайте, сами восстанавливайте зрение. Вот когда уже обленетесь в конец, вот тогда приходите к нам врачам. Будем вам глаза вырезать. Как говорится, операции эти от вас никуда далеко не уйдут. Несколько вопросов. Первый раз я когда приехал в Москву, неудачно дали рекламу по эхо Москвы, ну и пришел полный зал народу, но народ не тот. Какое-то, знаете, вот такое недоверие, пренебрежение, ну что ты тут нам приехал лапоть сибирский. У нас тут академиков пруд в пруде, а тут профессор какой-то приехал нам глаза открывать. Ну я рассказываю, вещи-то ведь новые, нужные, полезные. А, вроде. Я показал упражнения, один барин сидит, кричит с места. Так это что, мне теперь эти упражнения с глазами всю жизнь что ли делать? Спрашивает меня. А я возьми и неосторожно его спроси. Я говорю, а вы умываетесь? Он говорит, умываюсь. Я говорю, а сколько вы еще собираетесь умываться? Ну сколько? Ну два-три дня и хватит. С ума сойти? Вот этот человек всю жизнь умывается. Он говорит, не понял юмора. Я говорю, ну вы в баню ходите? Он говорит, хожу. Я говорю, когда? По субботам. Сколько? Часа четыре. Я говорю, так пора прекращать. Человек каждую субботу, четыре часа тратит, по баням ходит. И тут до него дошло. Глаза-то, ну это ж такой же орган, как наши зубы, которые по утрам чистим, волосы, которые причесываем, тело, которое моем, ухаживаем. Ну опустишь на самотек, ну так и получишь то, что получил. Но самое любопытное, что когда человек вот так ударными методами за несколько недель восстанавливает зрение, потом ему, чтобы поддерживать отличное зрение, специально времени выделять не приходится. Ну стоишь на остановке, ну нечего делать, ну взял, поделал упражнения с глазами, ну в транспорте едешь, ну нечего же в транспорте делать. Ну взял, поделал упражнения с глазами, а этого вот так вот хватает, чтобы всю жизнь потом иметь прекрасное зрение. Давайте мы с вами сейчас поступим так. Мы сейчас с вами проверим зрение, потом я покажу упражнения, чтобы вы убедились, что это не просто пустые разговоры, ну а потом расскажу, где записаться, как говорится, что почем. Я попрошу всех, у кого в кармане есть очки, нацепите себе на нос очки. Все, у кого в кармане есть очки, особенно те, кто в очках читает. Те, кто в очках читает, нацепите себе на нос эти очки. Возьмите. Те, кто в очках читает. Так, внимание, внимание. Те, кто в очках читает, через те очки, в которых вы читаете, посмотрите в мою сторону. Если вы, не дай бог, видите мой силуэт, видите через эти очки, дело плохо, дело уже плохо. У вас осложняется дальнозоркость, у вас начинает развиваться так называемая гиперметропия. Это значит, что если вы срочно не займетесь упражнениями для глаз, очень скоро вам врачи пропишут очки для телевизора и для хождения по морозным улицам города Москвы. Если в тех очках, в которых вы читаете, вы дальше метра ничего не видите, все расплывается, прекрасно. Это значит, у вас чистая дальнозоркость, примерно 5-6 дней она у человека проходит, занимается уже через неделю, прекрасно без очков снова видит, читает и пишет. В очках, то это плохо. А если вот в очках, в которых читаете вдаль, видите плохо, это хорошо. Это значит, у вас еще глаза не запущены. Вот. Здесь все наоборот получается, понимаете? То есть, если в очках, в которых читаете, вдаль не видите ничего, прекрасно, у вас чистая дальнозоркость. А если вы в очках, в которых читаете, и вдаль видите, это у вас уже осложняется дальнозоркость. Это значит, скоро вы вдаль уже без очков видеть не будете. Эти буквы лучше вижу без очков, чем в очках. Ну, это еще куда не шло, но если вы их видите в очках, то это уже плохо. То есть, у вас уже гипер... Да, нет, но я говорю, если бы вы вообще не видели, было бы прекрасно. Уже у многих людей она осложняется. Она постепенно, потом вдруг начинает расплываться телевизор, и очки плюс полтора для телевизора, а плюс три для чтения. Это, как говорится, ваше недалекое будущее. Так, а теперь все через очки посмотрите на табличку. Посмотрите на таблицу и запомните, какую строчку вы видите в очках со своего места. Какую видите строчку. Что значит вижу строчку? Все, да, в очках. Что значит вижу строчку? Это значит, я в этой строчке могу назвать все буквы. Если могу все буквы назвать, значит, я ее вижу. Так, запомнили. А теперь сняли очки. Сняли очки и посмотрели, какую строчку вы видите без очков. К сожалению, у многих близоруких ответ такой. Не вижу ничего. Это тоже ответ. Ответ нормальный. Если будете заниматься, начнете видеть без очков так же, как в очках. И даже лучше. И даже лучше, чем в очках. Можете видеть. Ну, а сейчас я вам покажу несколько упражнений на тренировку и расслабление глазодвигательных мышц. Первое упражнение, которое мы с вами разучим, называется пальминг. Ничего не надо. Запомните все, купите все, что надо. Ничего не надо записывать. Итак, первое упражнение на расслабление, которое мы разучим, называется пальминг. От английского слова пальм, ладонь. Все вы знаете, что наши ладони обладают каким-то неизвестным науке, но очень целебным излучением. И человек сам себя своими ладонями постоянно непроизвольно лечит. Ой, живот болит. Ой, голова болит. Ой, ухо. Ой, зуб болит. И все норовит ладошку к больному месту поднести. Оказывается, своими ладонями можно оказать существенную помощь своим усталым и больным глазам. Как делается пальминг? Вот так сложите ладошки, как будто хотите птичек напоить. Пальчики вместе все. Пальчики вместе. Не надо сильно загибать. Так вы и теленочка напоите. Птичек напоить. Прямые почти ладони. А теперь вы берете пальцы одной руки, под прямым углом накрываете пальцы другой руки ладонями к себе. Ладонями к себе. Чтобы полностью пальцы одной руки перекрыли пальцы другой руки. Пальцы. Именно пальцы. Не ладони, а пальцы. Подняли вверх, неважно, какой удобней. Подняли вверх, чтобы получилось типа крыши. Нет, это у Черномырдина крыша такая была. Вот так вот надо. Не так, а вот так. Во-во-во-во. Так. А теперь вот эту конструкцию из ладоней. Вы себе наденете на глаза вместо очков таким образом, чтобы перекрещенные пальцы оказались по центру лба, нос торчал вот здесь вот между мизинцами, а глаза попали бы точно в центр, в ямочке ладоней. Ну-ка, надели себе на глаза. Очки снимите, не на очки, а на глаза надеваем. Так. Надели себе на глаза. Так. Держим все. Держим на глазах. Обратите внимание, глаза закрыты. Обратите внимание, чтобы у вас обязательно между ладоней торчал нос. Для этого, может быть, либо чуть повыше, пониже приподнять ладони на лице, чтобы обязательно торчал нос. И чтобы обязательно нос дышал. А то вон так зажали, аж у одного синеет, у другого краснеет. Чтобы нос и торчал, и дышал. А теперь под ладонями откройте глаза. Под ладонями. И так прижмите ладони к щекам, к носу, пошевелите ими, чтобы глаза были открыты, а свет на глаза не попадал. Вот так прижмите к щекам, к носу, ладошки, пошевелите, чтобы глаза были открыты, а свет на глаза не попадал. Вот это упражнение называется пальминг. С научной точки зрения это биофорез глаз. Прогревание глаз с теплом собственных ладоней. Сняли все. А сейчас я покажу, как это упражнение надо делать классически. Потерли друг от друга руки до тепла. Сложили ладошки домиком, надели себя на глаза, глаза закрыли, а локти поставили либо на спинку впереди стоящего кресла, либо прижали к груди, либо на колени, либо на пальто, вот, ну, чтобы только не на весу локти были. Чтобы локти были только не на весу. Лучше всего делать этот пальминг за столом и поставить локти на стол. Это удобнее всего. Вот это упражнение называется пальминг. С этой минуты, всякий раз, когда вы читаете... Тише, я все равно, глаза закрыты. С этой минуты, всякий раз, когда вы читаете, пишете, смотрите телевизор, работаете на компьютере, как только вы почувствовали усталость, утомление глаз, надо все отложить в сторону, потереть руки до тепла и сделать пальминг. Три-пять минут. Глаза закрыты. Подумать о чем-то добром, хорошем, приятном. Через пять минут, когда вы откроете глаза, вы ахнете, насколько они будут хорошо видеть, и готовы снова к плодотворной работе. Сняли ладошки? А сейчас я вам покажу несколько упражнений на тренировку ослабленных глазодвигательных мышц. Внимание, внимание. Под пальмингом можно просидеть хоть целый день. Это не опасно, это полезно. Чем больше, тем лучше. А вот те упражнения, которые я вам сейчас покажу, их много делать нельзя. Если вы их сделаете много, у вас заболят глаза, вы проклянете все на свете и меня в том числе, и никогда больше этим заниматься не будете. Поэтому те упражнения, которые я вам сейчас покажу, можно делать только три раза в день, перед завтраком, обедом и ужином. И не более того, сколько я вам сейчас покажу. Упражнения эти делаются без очков, при этом лицо неподвижное, работают только одни глаза. Резких движений глазами делать нельзя. Сняли все очки. Ну, потом, я говорю. Потом мы все, да, да. Значит, сняли все очки. И все без очков посмотрели в мою сторону. И быстро-быстро, легко поморгали. Поморгали, 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 поморгали. Вот как бабочка крылышками. Бяг-бяг-бяг-бяг. Итак, легкое-быстрое моргание расслабляет мышцы глаз. В народе, кстати, давно замечено. Плохо видишь, проморгайся. Поморгал, поморгал. Действительно, после морганий зрение улучшается. Итак, лицо... Ну, поморгали, поморгали и хватит. Значит... Итак, у всех лицо неподвижное, работают только глаза. Поморгали, поморгали. Первое упражнение. Подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Второе упражнение. Скосили глазки вправо, влево, вправо, влево. Поморгали, поморгали, поморгали. Третье упражнение. Диагонали. Подняли глазки право-вверх, потом лево-низ. Право-вверх, лево-низ. Поморгали, поморгали. Обратная диагональ. лево-верх, право-низ, лево-верх, право-низ, поморгали, поморгали, поморгали. Четвертое упражнение, прямоугольник, подняли глазки наверх, верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх, поморгали, в обратную сторону, прямоугольник, верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх, поморгали, поморгали, поморгали. И, наконец, циферблат. Представьте, перед вами огромные часы, там, где переносятся стрелки, и вы начинаете по кругу цифры оглядывать. Подняли все глазки на 12 часов, пошли по кругу. 3 часа, 6 часов, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Поморгали. А теперь против часовой стрелки. Подняли на 12 часов, 12, 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. Поморгали, поморгали, поморгали. А сейчас я вам покажу еще одно важное упражнение, которое называется соляризация глаз на свече. Соляризация глаз на свече. Все посмотрели на свечку, поморгали, поморгали, поморгали. А теперь представьте, что у вас глаза все время смотрят вдоль носа, все время вдоль носа. И все вместе повернули голову, лицо, глаза налево. И смотрим на левую стенку, лицом, глазами, носом все повернули. А теперь все быстро повернули лицо, голову, глаза направо. Смотрим на правую стенку. Повернули налево, повернули направо, повернули налево, направо, налево, направо, налево и направо. Вот сейчас, когда мы потушим свет, вот с этого упражнения мы с вами и начнем делать вот этот комплекс. Так, свет, пожалуйста, выключите. Свет выключили. Так, все посмотрели друг на друга. Посмотрели на зал, посмотрели на меня. Ну, понятно, видим намного хуже. А сейчас все посмотрели на свечку, поморгали, поморгали. И давайте сделаем соляризацию глаз на свече. Все вместе повернули голову, лицо, глаза налево, повернули направо, повернули налево, направо, налево и направо. Налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево и направо. Последний раз налево, направо, налево и направо. Потерли все руки до тепла, сложили ладошки домиком и сделали пальминг. Ладошки на глаза надели, локти поставили на спинку впереди стоящего кресла. Глазки все закрыли, успокоились, расслабились, приняли всеудобную позу. Начинаем наш вечерний памятник. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие, наши глазки отдыхают. Будем заниматься с каждым днем, они будут видеть все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. И вот сейчас близорукие представили, как у них расслабляются поперечные мышцы глаз. Как у них глазки снова становятся круглыми, шариками. Как они будут прекрасно видеть вдаль, безо всяких очков. Назоркие представили, как у них расслабляются продольные мышцы глаз. Как они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиками и прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз. Расслабляются светочувствительные клетки, колбочки, палочки. Расслабляются клетки зрительного нерва. Расслабляются клетки зрительного анализатора в головном мозге. Весь наш зрительный тракт расслаблен. А сейчас у всех глаза закрыты, ладошки на носу, все сидят в удобной позе, локти обязательно прижаты, либо на чем-то стоят. Все под ладошками открыли глаза. Под ладошками открыли глаза. Поморгали, 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 поморгали. И давайте под ладонями, под пальмингом сделаем упражнение гимнастику для глаз. Поморгали, поморгали, поморгали. Подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Скосили глазки вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Поморгали, поморгали, поморгали. Диагонали. Подняли глазки. Право вверх, лево вниз. Право вверх, лево вниз. Право вверх, лево вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Обратная диагональ. Лево вверх, право вниз. Лево вверх, право вниз. Лево вверх, право вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Прямоугольник рисуем глазами Подняли глазки наверх В верхнюю сторону, боковую вниз Нижнюю вверх Верхнюю вниз Нижнюю вверх Верхнюю вниз Нижнюю вверх Поморгали, поморгали, поморгали В обратную сторону прямоугольник рисуем Подняли глазки наверх Верхнюю, боковую вниз Нижнюю вверх Верхнюю вниз В нижнюю, вверх В верхнюю, вниз Нижнюю, вверх Поморгали, поморгали, поморгали И, наконец, циферблат Подняли глазки на 12 часов И пошли по кругу 3 часа 6, 9, 12 3, 6 9, 12 3, 6 9, 12 Поморгали, поморгали, поморгали И против часовой стрелки 12 9, 6 3, 12 9, 6 3, 12 9, 6 3, 12 Поморгали, поморгали, поморгали А сейчас глазки все закрыли Успокоились, расслабились Продолжаем наш пальминг Продолжаем расслабление Мышц наших глаз Для того, чтобы лучше и быстрее Расслабить зрение Бейтс придумал под пальмингом Очень важное упражнение Которое назвал Приятное воспоминание И вот всякий раз, когда вы будете делать пальминг В этот момент надо думать О чем-то добром, хорошем Приятном Вспомнить приятную встречу Приятное путешествие Приятный отдых Приятное воспоминание Оно очень сильно расслабляет У человека психику Мышцы Мышцы лица И мышцы глаз А расслабление Это основа метода Бейтса Расслабление А потом уже идет тренировка Ослабленных глазодвигательных мышц А сейчас запоминайте выход из пальминга У всех глаза закрытые ладошки На носу Сели все прямо Все под ладошками глазки Слегка зажмурили Ослабили Зажмурили Ослабили Зажмурили Ослабили У всех глаза закрытые ладошки Сняли с лица И все с закрытыми глазами Помотали головой Вверх-вниз Да-да-да-да-да Нет-нет-нет-нет Нет-да-да-да-да Пошевелили Восстановили кровоснабжение мозга Слегка затекла шея А сейчас все как дети Кулачками глазки протерли Вздохнули глубоко Выдохнули И открываем глаза Быстро-быстро моргая Поморгали-поморгали-поморгали-поморгали-поморгали-поморгали И посмотрели друг на друга Посмотрели на зал Посмотрели на меня Видите меня? Обратите внимание После упражнений Глаза начали видеть в темноте Почему? Мы с вами с помощью упражнений Насытили кислородом Питательными веществами Зрительные палочки А зрительные палочки В сетчатке глаз Как раз и отвечают За наше хорошее зрение В сумерках и в темноте Запоминайте это А сейчас снова все Потерли руки до тепла Сложили ладошки домиком Надели себя на глаза Глазки все закрыли Успокоились Расслабились Локти поставили на спинку Впереди стоящего кресла Либо на колени Либо прижали к груди Глазки закрыли Успокоились Продолжаем наш пальминг Продолжаем расслабление Мышц наших глаз Всякий раз Когда вы будете делать пальминг Обратите внимание Первый момент Перед глазами Маячат остаточные Световые образы Минуты полторы Будет маячить телевизор Свечка Лампочка Кусок окна Какой-то туман Облачко Все это говорит о том Что перевозбужден Зрительный тракт Свет-то на глаза Не попадает А нам кажется Что мы что-то видим И вот здесь Бейтс придумал Упражнение Он предлагает В этой ситуации Представить Что-то однородно Черное Темное Скажем Черный бархатный Занавес в театре Он такой Черный-черный Темный-темный И вот гаснет свет А он все чернее Темнее Весь наш зрительный тракт Расслабляется И второе упражнение Под пальмингом Еще более важное Называется Приятное воспоминание Всякий раз Когда вы будете делать пальминг Надо думать О чем-то добром Хорошем Приятном То, что расслабляет Психику Мышцы Мышцы лица И мышцы глаз А расслабление Это основа Метода Бейца Расслабление А потом уже идет Тренировка Ослабленных Глазодвигательных мышц Итак У всех глаза закрыты Все сидят Думают о чем-то Добром Хорошем Приятном Я Сейчас иду Включать Свет У всех глаза закрыты Юпитер Включите Пожалуйста Свой тоже У всех глаза закрыты Ладошки на носу Все сидят в удобной позе А сейчас у всех глаза закрыты Ладошки на носу Сели все прямо Все под ладошками глазки слегка зажмурили Ослабили Зажмурили Ослабили Зажмурили Ослабили У всех глаза закрыты Ладошки сняли с лица И все Опять покрутили головой Вверх-вниз Да-да-да-да-да Нет-нет-нет-нет-нет Да-да-да-да-да Восстановили кровоснабжение А сейчас все как дети Глазки кулачками протерли Вздохнули глубоко Выдохнули И открываем глаза Быстро-быстро моргая Поморгали-поморгали-поморгали-поморгали-поморгали-поморгали И посмотрели друг на друга Посмотрели на зал Посмотрели на меня Обратите внимание После упражнений краски стали более сочные Вот обратите внимание Дело в том, что мы с помощью упражнений Насытили кислородом, питательными веществами Зрительные колбочки А зрительные колбочки как раз и отвечают за хорошее цветовое зрение А сейчас поморгали-поморгали-посмотрели на табличку Поморгали-поморгали-поморгали-посмотрели Так. А сейчас я попрошу те, кто носит очки для Дали, наденьте очки, посмотрите через очки свои на табличку. Посмотрите через очки. Так. Внимание. Внимание. Через очки посмотрите, не бойтесь. Внимание. Если вы люди умные, если вы люди умные и носите очки более слабые, чем врачи вам прописали, вы через эти очки сейчас лучше увидите. Более четко, может даже на строчку на две лучше. А если вы люди, ну как бы это помягче сказать, очень сильно врачам доверяете и носите те очки, которые вам и прописали, многим после упражнения очки начинают глаза резать. Вот режут, чувствуется что-то вот лишнее вот на глаза, человек надел. Ну ладно. Ну а сейчас я расскажу, где и как мы будем заниматься, как записаться, что для этого надо. Значит, занятие здесь, в Москве, организует общественно-просветительский фонд «Знание народу». Я член попечительского совета этого фонда. И вот приезжаю в Москву, вот уже пятый год провожу здесь раз в два месяца подобные курсы по восстановлению зрения. Значит, наши занятия складываются из двух частей. Семь дней я с вами проведу вот эту неделю занятия. Семь дней. А потом еще вам будут назначены в течение полугода три консультации. Три трехчасовых консультации. Первая консультация будет в апреле. Вторая консультация будет в июне. А третья консультация будет в октябре месяце. Ну, я просто здесь не буду в июле, в августе. Будет в октябре. Так? Значит, почему и зачем консультации? Ну, во-первых, мы вас до самого конца должны довести, ваше зрение, проконтролировать вас раз. И, во-вторых, есть ряд упражнений, довольно серьезных упражнений для глаз, которые сразу давать нельзя. Заболят глаза. Пока не окрепнут глаза мышечные вот за полтора-два месяца, потом можно уже давать дополнительные новые, какие-то более серьезные упражнения, если кому-то они потребуются. Значит, у нас, таким образом, курс состоит полгода, 10 занятий. Значит, сегодня первое занятие. Второе занятие будет у нас проходить во вторник. Во вторник. У нас там будет проходить запись на курсы и консультация. С 17 до 18 будет запись и консультация. А с 18 до 21 уже будет проходить второе занятие. Запись с 17 до 18. До 18. Один час будет запись и консультация. А уже с 6 до 9 вечера будет проходить второе занятие. Занятия будут проходить там вечерами с 6 до 9. Во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. А в воскресенье будет с 10 утра до часу. Седьмое занятие будет утром. В воскресенье 29 числа. Что нужно для занятий? Послушайте меня внимательно. Первое, самое главное, нужно ваше желание поработать над собой. Вот вы ставите задачу в течение недели поработать над собой, посвятить, так сказать, здоровью своему зрению, восстановлению зрения. Это самое главное. Второе. Те, кто будет ходить к нам на занятия, обязательно купите общую тетрадку и пару авторучек. Вы будете писать конспект. Многие вещи, которые мы даем, они нигде не опубликованы. Это наши последние научные разработки в деле быстрого восстановления зрения. И те, кто будет ходить на наши курсы, дома соберите в пакете все свои старые очки. Вот все старые очки, которые найдете, в пакет соберите и принесите. Потому что уже на третий-четвертый день вам эти очки начнут глаза резать. Я подскажу, надеть более слабые, еще более слабые. А на седьмой день у нас уже больше половины, да, люди снимают очки и уже начинают видеть без очков довольно хорошо. Значит, ну нет, значит нет, чтобы на нет суда нет, да. А добиться дальше? Что? Можно, конечно. Вот, значит, дальше послушайте внимательно. А записывайте лектарку можно? Можно, пожалуйста, записывайте, конечно. Значит, следующий момент. Занятия, которые проводятся, занятия платные. И за обучение фонд берет плату. Одно из назначений платы, психологическое, заставить людей работать. Я два раза проводил занятия бесплатно. Зарекся, больше бесплатно проводить не буду. Почему? Дело в том, что за 70 лет советской власти наш народ оказывается развращен бесплатными благами. Особенно бесплатной медициной. Бесплатно – это значит не обязательно. Хочешь – ходи, хочешь – опоздай. Хочешь – пропусти. Так, потише, пожалуйста. Потом я подскажу. Потом я подскажу. Хочешь – проходи. Хочешь – делай домашнее задание. А хочешь – его не делай. А ведь делать домашнее задание – это надо работать над собой. А работать за эти 13 лет так называемой демократии бесплатно разучились все. Что делать? Нам говорят – платите 1200 пендию. Все как миленькие отработают. Так откуда мы энтузиасты? А-а-а. Тогда берите. Берите с людей значимую для них сумму. Первые три дня им денег жалко. Они работают. А уже на третий-четвертый день каждый видит результат, который дают эти занятия. И к концу уже разговоров у нас, вопросов никаких не остается. Значит, подобные занятия в Москве проводятся. Проводятся. Вот буквально напротив зал. Неделю назад мы вместе. Я здесь, а там был полный зал людей. Дали очень большую опять рекламу по радио Москвы. Мы проводим не курсы по восстановлению зрения, а мы проводим спецсеминар для читателей Советской России и слушателей Радио Резонанса. Это люди очень близкие нам по духу. Я и там, и там и выступаю, и пишу. И поэтому мы проводим спецсеминар для этой категории населения москвичей. И у нас цены в два и даже почти в три раза дешевле. Значит, во вторник надо с пяти до шести прийти туда. Там будет бухгалтер фонда. Надо заплатить. Получить методические материалы. Мы раздаем специальные материалы. И уже со вторника начинать заниматься в течение вот следующей этой недели. Еще один момент. Должен вам сказать информацию, которую знают, но, к сожалению, скрывают от пациентов глазные врачи. Почему людям очень вредно носить очки и чем опасно иметь плохое зрение? Чем это может обернуться? Дело в том, что у людей близоруких, у близоруких людей, очень сильно вытянут вперед глаз. И за счет того, что вытянут глаз, у них натянута напряжена сетчатка глаза. Вот именно по этой причине близоруким людям запрещены многие профессии, многие виды работ, запрещены многие виды спорта. Потому что при каких-то резких нагрузках, напряжениях может отслоиться сетчатка глаза, разорваться может сетчатка глаза. А это приведет частично, иногда даже полной потери зрения в глазах. У меня очень много приходят на курсы студенты, старшеклассники. Повально все хотят сейчас заниматься боксом, восточными единоборствами, футболом. Первый вопрос у тренера. Очки носишь, до свидания. Даже разговора нет. Почему? Да потому что мяч в голову попадет, легкое сотрясение, отслоится сетчатка, ребенок ослепнет, тренера посадят в тюрьму. Приходят ребята, занимаются, восстанавливают зрение, делают глаза круглыми шариками. Сетчатка плотно прилегает без напряжений ко дну глазного яблока. С такими глазами ничего не страшно. Особенно опасно иметь сильную близорукость девочкам, девушкам, молодым женщинам, те, кто собирается рожать детей. По инструкции Минздрава СССР, действующей до сегодняшнего дня, при минус 7 запрещено рожать естественным образом. Только операция кесарево сечения. Момент родов может ослепнуть. Я поинтересовался, у нас в Новосибирске при минус 4 всем рекомендуют кесарево сечение именно из-за зрения, из-за глаз. Ну а некоторые говорят, я только читаю в очках 3-4 часа в день. Это тоже очень и очень вредно. Дело в том, что всякий раз, когда человек надевает себе на глаза очки, в это мгновение, вот в это мгновение, как он их надевает, у него перестают работать глазодвигательные мышцы. И в это мгновение у него резко ухудшается кровоснабжение глаза. Вот почему глаза к очкам так трудно привыкают. Болят, хочется снять, кружится иногда голова. Нарушается кровоснабжение глаза. А нарушенное кровоснабжение глаза – это прямой путь к болезням глаз. К той же глаукоме, той же катаракте, которая сейчас косит старшее поколение. Кстати, старшее поколение болезнями глаз расплачивается за черно-белый телевизор, который когда-то вошел в нашу жизнь. Что будет с нашими детьми, одному Богу известно. Ученые определили, за 20 век с 1900 по 2000 год зрительная нагрузка у человечества в среднем выросла в 20 раз. За 100 лет в 20 раз увеличилась нагрузка на глаза. Наши предки в основном смотрели вдаль, как поля цветут, стада пасутся. А наши дети 90% времени вынуждены смотреть вблизи. Учеба, книги, телевизор, компьютер, мелкие игры. А глаза оказались не готовы эволюцией к такой бешеной нагрузке, чтобы смотреть вблизи. И если им не помочь, дело может закончиться очень быстро и очень печально. И всякий раз, когда я читаю подобные публичные лекции, я всегда говорю, люди, можете не делать утреннюю гимнастику, ради Бога. Вы и без гимнастики проживете, и долго, и счастливо. Можете даже зубы по утрам не чистить этим блендомедом, и без зубов можно жить, уверяю вас, и долго, и счастливо. Но если человек потеряет зрение, то он в одночасье вдруг в жизни теряет все. И вот за эти 9 лет столько передо мной за руку провели слепых людей с белой палочкой. Доктор, помогите. А как помочь? Два года глаза солнца уже не видят. Ну как помочь? Я же не Иисус Христос. Я же новые глаза поставить не могу. Если бы еще хоть видела свет. Можно было что-то зацепиться, развить. Поэтому, я думаю, у вас появилась реальная возможность под руководством, ну уж не буду лукавить одного из лучших специалистов в нашей стране, в этой области, пройти подобный курс себе помочь, научиться другим помогать, родным, близким, не воспользоваться этим было бы, конечно, глупо. Еще я хочу сказать, что сейчас очень резко с нового года подорожало все. Подорожала аренда, реклама, ну все буквально, как с ума сошли все эти цены. И у нас в апреле, если я буду проводить, будет дороже. Рублей на 200 придется поднимать нам тоже, потому что у нас мы работаем, как говорится, только на дядю, который, фонд, почти ничего не остается. Поэтому, в общем, если вы, ну кто-то хотел бы и цену, я говорю, что будет подороже в апреле этот курс стоить. Ну и в заключение, я всегда на таких встречах пропагандирую, пропагандирую лучшие достижения нашей отечественной науки, в том числе нашей сибирской науки. Наука живет страшно в Сибири. Финансирование ноль, все пущено на самотек, все разваливается. Вот у нас было 30 лет университетского выпуска моего. Мы собрались, сели, посчитали. 141 человек закончил университет в 1971 году. Сейчас уже 54 из 41 за границей. Ну то есть, кто может, куда разбегается. А достижения есть, и достижения есть действительно мирового класса. В частности, у нас рядом с Академгородком 35 лет назад был построен самый крупный в мире и самый секретный в мире микробиологический центр в Кольцово. Но сейчас уже не секрет, они разрабатывали системы защиты от атомного, химического и бактериологического оружия. И они разработали препарат, который в армии называется антидот. В армии у каждого военнослужащего есть в кармане пенал, и в нем либо шприц, либо пакет с порошком. И инструкция, бомба атомная взорвется, химическая и бактериологическая атака, съешь порошок, останешься жив. Этот порошок является мощным иммуностимулятором, резко повышает иммунитет организма, защитные силы. Сейчас очень много сделанных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, но наши сибирские ученые пошли по самому простому, и, как выяснилось, самому эффективному пути. Они создали этот иммуностимулятор на основе природной бактерии Bacillus subtilius. Эта бактерия живет на траве, на почве, и, попадая внутрь теплокровного существа, человека, кошки, собаки, теленка, разницы нет, эта бактерия в желудочно-кишечном тракте начинает вырабатывать альфа-интерферон. А альфа-интерферон – это основа всего иммунитета теплокровного существа. Так вот, уважаемые соратники, за последние десятилетия экология в городах поубивала эту бактерию Bacillus subtilius. Вот, говорят, в Москве плохая экология. Почему плохая? Цветы цветут, деревья зеленые, а, оказывается, в первую очередь гибнет вот этот очень полезный для всего живого микромир. И наши городские заболевшие собаки-кошки выбегают, жуют, лижут эту городскую траву, они инстинктивно ищут эту бактерию, а ее там нет. И сейчас резко упал иммунитет у горожан. И вот наше сибирское отделение Академии медицинских наук проводило работу. Сравнивали иммунитет сельских и городских призывников. Это небо и земля. Сельские ребята живут в экологически чистых районах, едят, замечу, немытые фрукты, овощи, ягоды. У них очень много этой полезной бактерии в организм попадает. Великолепный иммунитет. У всех горожан иммунитет ослаблен. Иммунитет ослаблен. Этот порошок, который они сделали, они его 15 лет применяли в госпиталях военных. Потрясающие результаты с помощью этого иммуностимулятора при лечении любых болезней. А в 93-м году прекратили государственное финансирование этого центра. Центр Вектор. И им сказали, что хотите, то и делайте. Хоть можете все рассекретить, что было. У свободной России секретов от мира нет и быть не должно. И они вынуждены были ряд своих военных разработок рассекретить. Когда они рассекретили этот свой порошок, весь мир ахнул. Они лет на 15 всех обогнали. Они научились эту бактерию собирать в экологически чистых районах Сибири, консервировать на сахаре. И в нужный момент боевое применение, так сказать, человек съедает, и она начинает работать. Но в 93-м году с подачи Гайдара и Чубайса рынок лекарств в нашей стране поделило 4 мировых фармацевтических гиганта. Это фирма УПСА, фирма Байер, ну вот те, кто рекламирует по телевизору свои лекарства. И они поставили преступную цель уничтожить производство лекарств в России. К сожалению, цель эту им удалось выполнить. В том числе они поставили цель уничтожить наш микробиологический центр в Кольцово. И когда они с этим порошком хотели выйти на рынок, им поставили такие неодолимые условия сертификации, там десятки тысяч долларов только надо было взяток понараздать. Мы-то в Сибири же не привыкли к такой работе, там в принт, тем более военное производство. И тут кто-то им сказал, да что вы с этими бандитами-чубайсами связываетесь? Вы запатентуете этот порошок как препарат для животных. Разницы нет, что теленок, что человек. Процесс один и тот же. Бактерия, бациллус субтилюс, вырабатывает альфа-интерферон, повышает иммунитет. И они за три дня, за три рубля запатентовали его как препарат для животных. Назвали они этот препарат ВИТОМ. 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 Вот он у меня в руках, этот препарат ВИТОМ. Это препарат от всех мыслимых и немыслимых на земле болезней. Чума, холера, гепатит, туберкулез, любые формы гриппа, атипичная пневмония, сибирская язва. Ну, при любых болезнях, укус энцефалитного клеща, при любых болезнях он поднимает у человека иммунную защитную систему, поднимает иммунитет. Я с этим порошком познакомился шесть лет назад, заболела, была эпидемия очень большая у нас гриппа в Сибири, заболела дочка. Я звоню своему однокурснику, он работает в этом центре. Я говорю, слушай, у вас что-нибудь от гриппа есть? Он говорит, лучший в мире препарат от гриппа наш ВИТОМ. А что такое? Дочка заболела. Еду, еду. И приехал, привез мне пять этих упаковок. Дочке сказал, за день все пропить, грипп пройдет. А тебе, говорит он, пропей для профилактики. Ты же, говорит, много ездишь по городам, чтобы не заболеть. Дочка выздоровела. Я пропил его в течение недели для профилактики. Ну, то есть, проехал шесть городов Сибири. На меня и кашляли, и чихали. Не заболел гриппом. И на сегодняшний день у нас сейчас... Это пробиотик. Это век 20-й был век антибиотиков, вы знаете, да? А 21-й век, это век пробиотиков. Это век бактерий, которые очень крайне необходимы нам, которых нам очень не хватает. И у нас сейчас в Новосибирске идет губернаторская программа «Витом в каждый дом». Чтобы этот порошок был, иммунитет слабый, у горожан не хватает, взять ниоткуда эту бактерию. И она у нас вот идет в этом самом Новосибирске. Дочка у меня это вообще как скорая помощь. Чуть прихворала, раз, ложечку две. Внучке животик расстроился, на кончике ложечки водичкой развела, дала попить. Результаты очень, очень прекрасные. Вы, наверное, помните, в Ростовской области была неизвестная болезнь. Эпидемия лет пять назад. Люди начали умирать, а медицина не знает от чего. Оцепили войсками район. Никого не выпускают. Паника в районе, все умрут. И туда из Новосибирска, из Академгородка послали целый контейнер вот этих порошков. И сказали, пусть все пропьют. И больные, и здоровые. Гарантируем, болезнь прекратится. Пропили, болезнь прекратилась. Но они еще требовали, просили, чтобы об этом успехе нашей науки сообщили все средства массовой информации. К сожалению, ни одно средство массовой информации об этом сообщить не удалось. Здоровье не нужно. Они закупили тоже огромную эту. Выяснилось, что пропить этот порошок безопаснее и полезнее для организма, чем потом 40 уколов антибиотиков принимать. Вот. Значит, у вас здесь в Москве, сейчас скажу. В Москве у вас есть этот порошок. Я как-то по радио Москвы слышу реклама. Восстановление иммунитета в течение года с помощью сибирского природного препарата ВИТОМ. Телефоны дают. Я звоню, интересно мне стало, думаю, тут молодцы, уже и в Москву сюда привезли. Я звоню и говорю, а в чем заключается восстановление иммунитета? Они говорят, мы ведем медицинское, делаем обследование, показываем уровень, замеряем иммунитета. В течение года 5 вот этих порошков человек съедает в течение года. И по окончании этого года опять замеряем иммунитет, показываем, что иммунитет у вас возрос и так далее. Вот. Я говорю, а сколько это все стоит? 9 тысяч рублей. Я аж присвистнул. То есть, 2 тысячи практически один порошок. Конечно, он стоит намного дешевле. Стоит он 200 рублей. Это наш доступный препарат. Значит, для профилактики на одного человека вот этой одной упаковочки хватает. За час до завтрака, за час до ужина по пол чайной ложечки рассосать, проглотить со слюной. Запивать не надо. В течение часа бактерии просыпаются. А потом человек ест, и они начинают часть пищи перерабатывать вот этот альфа-интерферон. Особенно он очень здорово помогает при болезненно-депрессивных состояниях. Вот многие люди больны и не знают чем. И врачи не знают чем. А вот он чувствует себя плохо. Какая-то вот болезнь идет. Вот этот порошок при этих состояниях очень, он сам находит эти болезни. Повышает у людей иммунитет. Значит, мы сюда привезли его. Правда, он уже заканчивается у нас, этот порошок. К нему прилагается вот такое вот описание. К нему полностью. Вот. И после окончания можно будет у Павла Георгиевича приобрести. Обязательно возьмите. Это последний, так сказать, рубеж, крик нашей науки. Вот. У них очень результаты. И рак у них некоторой формы великолепно берет. И они даже подразумевают, что и спит, в конце концов. Может быть, возьмет, хотя спит, там тоже я разговаривал, они говорят, спит – это божье наказание человечеству за распущенность. Спитом у нас болеют 98% – это проститутки, наркоманы и гомосексуалисты. То есть это отбросы общества. И Господь Бог их, похоже, как говорится, на ноль и умножает. А против божьей воли порошком не спасешься, так сказать, против божьего гнева. Вот. Значит, второе. Что мы применяем для восстановления зрения? Для того, чтобы ускорить процесс восстановления зрения, очистки глаз. И самое главное – закрепить результат, чтобы дальше это не было. Мы применяем прополис. Кстати, знайте, самым ценным природным веществом является не мумиё, а является прополис – пчелиный клей. Пчелы, любая почка, когда распускается, на кончике почки появляется капелька смолы. Эта смола предохраняет новую жизнь от всех неблагоприятных воздействий. В ней содержится столько оздоравливающих компонентов, и вот пчелы эти смолки собирают с почечек и делают из них вот этот прополис – пчелиный клей. Но прополис не растворяется в воде. И во всех, во всех, так сказать, лечебниках написано – растворять прополис в спирте, растворять прополис в водке. У нас в Институте органической химии взяли анализ прополиса и спиртовой настойки. Ахнули! 60% самых целебных веществ спирт убивает сразу. Тогда они взяли и растворили прополис в оливковом масле. Получилось. В сливочном масле. Получилось. И, наконец, удалось сделать очень сложную технологию – получить экстракт прополиса водный на воде. Это специальная серебряная шунгитовая вода. Сложная низкотемпературная технология. Кстати, прополис в мед нельзя нагревать выше 50 градусов. Свойства целебные теряются. И когда они взяли на анализ эту вытяжку в водный раз, оказалось, 99,2%, ну, 100% сохранили свойств прополиса. И они начали этот прополис, этот водный экстракт, закапывать, извините, во все дырки человека. При закапывании в нос – профилактика лечения носоглотки. В рот – зубы, полость ста, горло, пищевод, желудочно-кишечный тракт. В уши – великолепный результат. По женской части орошение – прекрасно. Всякие геморрои – великолепно. Но особенно удивительные результаты у нас получились, когда мы применили при восстановлении зрения. Мы первые его начали применять. Прополис, помимо уникального набора свойств, для нас обладает еще тремя уникальнейшими свойствами. Это один из самых мощных природных адсорбентов. Он лучше, чем алоэ, из клеток и из органов шлаки на себя тянет. Раз. Второе. Он оказался уникальным природным бактерицидом. Прополис убивает более 200 болезнетворных микробов, бактерий и грибков, при этом не убивает ни одной полезной бактерии. Вот пчелы за 100 миллионов лет сделали лекарство, которое убивает плохое и не трогает, оставляет живым хорошее. И третье его свойство. При приеме внутрь и всасывании в кровь прополис оказался мощнейшим антисклеротическим препаратом. Прочищает микрокапилляры сосудов мозга и глаз. Кстати, память очень резко улучшается. Значит, как мы его применяем? Значит, за 30 минут до еды, за 30 минут до еды, 10-12 капель надо выпить вовнутрь и по 2 капельки закапать в каждый глаз. Сейчас щипет, пусть щипет. Вот со слезой все эти шлаки из глаз и из мышц глаз он и тянет. Потом надо полчаса подождать. За полчаса прополис, который вы выпили, всасывается в кровь. И вот эту голодную, активированную прополисом кровь надо максимально прокачать через глаза. А для этого что надо сделать? Надо сделать вот эти 5 упражнений. Вверх-вниз, право-лево, диагонали, прямоугольник и циферблат. А после этого кушать. Значит, вот этого прополиса, здесь его 100 грамм, одному человеку хватает на 5 недель, больше чем на месяц. Попить и покапать, то есть и то, и другое. Стоит он 280 рублей, тоже наш отечественный препарат его сделали, довольно доступен. К нему прилагается там описание, как его использовать, в том числе, как его использовать при восстановлении зрения тоже я сюда его привез. И третий препарат, который мы применяем на курсах, запомните. Самый оптимальный набор витаминов и микроэлементов для питания сетчатки глаз содержат ягоды черники. И когда будет летом черничный сезон, не пожалейте, хоть по полстакана черники в день съедайте. Сейчас сделали очень много черничных препаратов для глаз. Очень много появилось. Но самый лучший черничный препарат для глаз делает наша Томская фармацевтическая фабрика. Это единственная за Уралом уцелела фармацевтическая фабрика, потому что у них на 25 лет прямой договор с Горным Алтаем. Им туда поставляют панты моралов. Они из этих пантов вырабатывают пантокрин и на основе пантокрина делают разные препараты. В том числе они сделали чернику с пантокрином. Вот этот препарат черника с пантокрином. Пантокрин прочищает все микрокапилляры сосудов пантокрин. В основном мужчинам, так сказать, при проблемах мужских его назначают. А черника питает, питает сетчатку глаз. Это очень важно. В этом смысле пантокрин является паровозиком, который чернику несет туда к глазам. Если просто чернику есть, она мимо пройдет, а так оно попадает туда, куда надо. Значит, этот сейчас тем более витаминоз, конец зимы, начало весны, Значит, здесь 50 грамм этого порошка. Это сладкий порошок черничный. Его на курс надо 2. 2, 100 грамм. То есть 2 их. Стоит 140 рублей. Тоже, в общем-то, доступно. На нем написано. За 30 минут до еды пол чайной ложечки. Кстати, вот этот витамин, чтобы вы знали, содержит столько полезных для живых существ бактерий Bacillus subtilius. Чайная ложечка этого витама. Здесь 50 грамм его. Чайная ложечка содержит столько бактерий полезных, сколько содержится в ведре малины в экологически чистом районе. Вот примерно такой вот объем бактерий. Тут много-много миллиардов этой бактерий Bacillus subtilius. Ну и тоже у нас немного и черники есть. Ну, я думаю, вам здесь этот хватит. Она похуже. Дело в том, что паровозик нужен. Если чернику форты вместе с прополисом, они усиливают друг друга. То есть, если просто результат хуже. Я говорю, он выписывает, да. Я знаю, это вот распространяют форты. Но я говорю, вот это. Важен не только лекарство, но важен паровоз, который бы привез его туда, куда надо. В данном случае... Если сейчас продается вам чернику, какая-то мороженая. Мороженая ни в коем случае. Мороженая черника вкус теряет и витамины. Мороженая теряет. Вареная теряет. Сушеная. Нет, ну вот я говорю, покупать ее не надо. Мороженую чернику не берите. Ну, протертую можно. То есть, она сохраняет свойства. Так, вот вы что-то тянули руку. Я хотел сказать, что дорожное применение прополиса в мазе вызвало значок в витке. Как относительно? Вы знаете, разные есть моменты. В принципе, иногда бывает, вот тот прополис, который делают, они делают, вот эта фирма делает прополис, экологически чистый прополис. А у нас есть фирмы, которые собирают прополис в средней полосе. А этот прополис пчелы собирают с опыленных растений. Там очень много всяких ядохимикатов, и вот на них бывает аллергия. То есть, на чистый прополис бывает аллергия и не бывает вообще. Так же, как и на мед. Мед токсичный и мед экологически чистый. Это разные. Ну, а сейчас, потом я еще отвечу на вопросы. А сейчас... Ничего не скажу про пыльцу. Ешьте, пергу ешьте. Много витамина А там. А сейчас, уважаемые соратники, в заключение, разрешите мне от вашего имени поблагодарить меня, надеюсь, за очень интересную, полезную лекцию для вас. Вот. Вам всем желаю здоровья, прекрасного зрения. Значит, 24-го с 5 до 6 ждем вас записываться на консультацию. Последующие будут, ну, вторник, среда, четверг. Да, до воскресенья. Суббот. Суббот. Продолжение следует... Продолжение следует...